Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам свой новый видеокурс. И чтобы я не рассказывал, вам всё равно трудно получить представление, а что же будет в этом видеокурсе. И поэтому я коротко расскажу содержание видеокурса, и также сделаю коротко нарезку из тех лекций, которые там есть. Очень-очень коротко, да? Итак, содержание курса. Это, прежде всего, почему я стал это делать? Во-вторых, теоретическая основа. То есть на чём базируется это? Потому что на этом курсе будет совершенно новая теоретическая основа, которой нет ни в остеопатии, ни в кинезиологии, нигде. Это мои собственные находки, и это работает гораздо лучше, чем остеопатия, кинезиология, мануальная терапия и так далее. Да, это не так быстро работает, но работает лучше. И эффективнее. Дальше рассмотрим, как тело поддерживает равновесие. Рассмотрим механизм компенсации, механизм нарушений, компенсации. И дальше будем рассматривать уже отдельные регионы. Прежде всего, таз, как наиболее частая причина проблем в теле. Какие есть нарушения таза. То есть это наклон таза вперёд, наклон таза вбок, скрученный таз, открытый таз. И также комбинация. То есть пять видов всех этих нарушений. Названия я дал сам. Они логичные. Я объясняю, почему я дал такие названия. Они отличаются от того, что есть в остеопатии или ещё где-то. Но всё это вы поймёте по ходу, почему так или иначе. То есть сегодня я вижу в остеопатии, например, когда смешивают и не понимают, что именно они смотрят. Но в тазу бывают четыре вида нарушений, которые могут сочетаться. Могут быть два одновременно, три и могут быть четыре одновременно нарушения. Смешанные причины. И как это всё отличить одно от другого, всё это расскажу. Дальше будет раздел про ноги, положение голени, положение ступней, бедренной кости. Как это нарушает всю осанку. Скажу сразу, что вот именно регион таз и ноги являются решающим в наших проблемах. То есть основные проблемы создаются внизу тела. Так же как вот фундамент в доме. Если он проседает, весь дом перекашивает. Основные проблемы внизу. Как это, почему это так. Всё это будет объяснено в курсе очень подробно. С рисунками, с примерами. И всё вы это увидите. И всё поймёте. Дальше будет положение грудной клетки. Какое оно бывает. Где это собственное нарушение. Где это компенсация. Вы это тоже всё поймёте. Где настоящая сутулость. Где ложная. Какие виды компенсации с помощью грудной клетки бывают. Всё это вы узнаете. Дальше положение головы и плеч. Ну как правило это тоже не собственная причина, а следствие. Например наиболее частое это выдвижение головы, плеч вперёд. Всё это является следствием и объясняется с помощью мышечных цепей. Вы всё легко поймёте, как это происходит и почему работая, допустим, с грудиной ключично-состовиной, вы не можете вернуть голову назад. Потому что причины в другом. И там всё это будет рассмотрено. Дальше будет один из главных, ну не главных, а важных аспектов. Это позвоночник. О нём будет не так много, но вот это вот положение позвоночника, оно определяет большинство хронических болезней. Когда нарушается иннервация, когда позвонки стоят неправильно. Это то, чем занимаются костоправые мануальщики, но они считают, что позвонки живут какой-то своей собственной жизнью. Что они могут сами захотел и встал не так. Нет, я пришёл к выводу, что положение позвонков полностью зависит от остальных частей тела. От того, в каком положении стоит тело. Ну, например, я встаю так, позвонки в одном положении. Я встал вот так в другом, вот так в третьем. И если прощупывать, вы увидите разное положение позвонков. Как, будь то ротация, будь то флексия, экстензия. Это всё будет отличаться. И я вот нахожу вот эти взаимосвязи. И позвонки встают на место сами. Их практически не надо как-то править специально. В большинстве случаев они сами встают на место, но надо понять первопричины. Почему они вот так или так встали. Об этом тоже будет раздел. Вот позвоночник. Ну и ещё будет раздел небольшой практики. Он будет совсем небольшой, потому что я выкладываю очень много роликов на своём канале. Во-первых. Во-вторых, я предполагаю делать мастер-классы, где потом это всё будем практически разбирать. То есть накапливание практического опыта лучше делать уже онлайн. Теорию можно изучить в записи. А практику лучше онлайн. И дальше заключительная часть будет о том, что какие методы я использую для изменения длины мышц. Массажные, остеопатические упражнения. Там собственные какие-то сочетания методов. Тоже кратко об этом всём скажу. Ну, то есть если вы специалист, вам этого обзора будет более чем достаточно. Ну, если вы нулевой, то тогда вам надо будет немножко это изучить поподробнее. И об этом информации очень много в интернете и у других авторов о техниках. Этого очень много. Вот. Кратко я этот обзор дам, потому что если показывать эти техники, это отдельный огромный курс. И я считаю, что лучше это делать живьём. То есть техники лучше показывать живьём. Вот теорию, её можно изучать по видеокурсу и нету никаких препятствий. Что вы просто слушаете лекции живьём, что по видеокурсу. В общем-то, вы полноценно изучите теорию, да? А вот практику, конечно, лучше проходить живьём или онлайн. Как минимум, чтобы можно было задать вопросы, получить ответы. Прислать собственные фотографии, которые вам вызывают затруднения. Поэтому вот я решил на практику не так много уделить внимания, а больше вот на это. Вот таков будет мой видеокурс. И я сейчас, наверное, добавлю ещё сюда короткие нарезки из тех объяснений, которые там будут. Чтобы вы просто получили некое представление о том, что там будет. Наверное, такие кратенькие сделаю какие-то вставочки. И вы всё увидите. И вам будет всё понятно, нужен вам такой курс или нет. Уверяю вас, информация бомба, эксклюзивная. Такого нет в интернете. Это всё, что я нашёл сам. Сам придумал, разработал. И главное, что это работает. Работает даже в застарелых случаях. Конечно, это требует времени. Это невозможно исправить осанку моментально. Но я вижу изменения уже за один сеанс. Динамику. Итак, смотрите вырезки. Нарезку. Пока. Продолжение следует...